Приветствую вас, Анадим. Прочитал ваш вопрос, надо сказать, что он довольно-таки мальский, вот, и очень общий, и вообще складывается ощущение, что вы своим вопросом не столько пытаетесь решить саму проблему, сколько хотели бы, может, хотели бы, может, чтобы мы вам дали только вот какие-то, знаете, намеки на то, как эту проблему вообще решать. Ну, по крайней мере, вот у меня такое чувство, как бы, возникает. Потому что проблема детства, проблема детства, проблема в любом случае довольно серьезная, и решить ее вот так сразу, ну, не представляется возможным, на самом деле. Потому что вы жили довольно большое количество времени в определенных условиях, в определенной ситуации и так далее. И надо сказать, что он это вас привязал к определенной модели поведения, просто привязал, и вот так сразу быстро вы из него не выйдете. Нужно время. И для начала, проблема из детства, проблема из детства, это мнение о себе, сформированное, знаете, родителями. Поэтому я хотел бы, чтобы мы начали с этого. Вам тут, в принципе, говорили уже не один раз о том, что нужно сценарий переписывать и так далее. С этим я, конечно, не спорю, с этим я согласен. Но есть, на мой взгляд, скажем так, тонкости у этого, эти тонкости, они в первую очередь заключаются в том, что сценарий выходит, берет свое начало сценарий. Именно из представлений о себе в контексте родителей. То есть, грубо говоря, это то, как вы себя видите. То, как и почему вы себя видите именно так, а не иначе, например. И вот, собственно, момент здесь именно такой, чтобы вы начали работать именно с представлениями о себе, которые сформировали ваши родители. Это первое. Второе, обиды, понимание ваших родителей, отход, как бы, от восприятия их в качестве, ну, скажем так, именно родителей. И, соответственно, взгляд на них именно как на людей, оказавшихся в определенных обстоятельствах жизненных, в том числе. То есть, речь идет о смене, речь идет о смене своей позиции по отношению к ним, к родителям, то бишь. А после, что правильно, это будет уже вопрос ответственности. И ответственности, как вы, я надеюсь, понимаете, в первую очередь вашей. То есть, ваша ответственность в том, как вы живете, как вы живете сейчас, ваша ответственность в том, как вы свою жизнь организовываете, ваша ответственность в том, что если вы, например, ну, в данный момент времени, допустим, страдаете, переживаете и так далее. То есть, это ваша ответственность, ответственность, как бы. И именно она, эта самая ответственность, также нуждается в том, чтобы вы ее осознали. Также нуждается в том, чтобы вы ее для себя открыли, увидели. Что это не кто-то ответственен за вашу жизнь, а вы, сами вы. И что родители, даже если они вам навредили, если они вам принесли боль своими какими-то действиями, поступками и так далее. Сейчас, вот на данный момент, они вообще не участвуют в том, что вы делаете, они не участвуют в вашей жизни. Они, по сути, только находятся в этой жизни как бы фоном. И чем больше вы, чем больше вы этому придаете значение, тем больше вы увяжываете свои проблемы с ними, тем больше, в большей степени вы как бы снимаетесь с себя ответственностью за свою жизнь и как бы говорите, ну а вот, например, вы говорите, ну а что я могу, это все родители и так далее. То есть, вопросы основные, на мой взгляд, вот именно такие, и они очень важны, эти вопросы. Важны именно для вашего понимания, для того, чтобы вы лучше отдавали себе в счет в том, что происходит с вами. И избавляться от проблем с детства, избавляться от детских проблем, ну и на перспективном, через работу над собой, через работу с психологом. То есть, нужно понимать, что это процесс, и процесс этот, он довольно длительный, он не быстрый, он не сразу происходит, этот процесс. Поэтому, я надеюсь только, что вы сами вот этот момент для себя поймете и, может быть, не будете ждать, что все получится быстро. Чтобы избавиться от проблем в детстве, чтобы избавиться от проблем из детства. Начинаю регулярная работа с психологом и перед мыслением всех вещей, которые сейчас, на данный момент, выступают, выступают для вас чем-то отрицательным в жизни. И вот, собственно, чем быстрее вы возьмете на себя ответственность за свою жизнь, чем быстрее вы будете только с собой, со своими успехами, со своими желаниями, со своими стремлениями вот связывать то, что с вами происходит, если вы будете это делать, то вот тогда, тогда проблем в вашей жизни будет гораздо меньше. Потому что, ну, я надеюсь, что вы сами понимаете, что, обвиняя, обвиняя кого-то, обвиняя кого-либо в своих проблемах, вы, вы эти самые проблемы не решаете. При всем желании своем. Я думаю, так, можно ответить на ваш вопрос. Надеюсь, что он помог вам немного. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад вам помочь. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!